Украина должна призвать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпов контрнаступления. Цитата. Понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт. Россия тайно мобилизует всю страну. Возможно, пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации. Эту войну можно выиграть, Путин терпит неудачи. Но так-то он дальше пишет, что есть цифры. И в рамках этих цифр есть необходимость играть свою роль. Средний возраст солдат на фронте за 40. И, соответственно, Бен Воллес делает вывод, что если Украина хочет, то Украина выиграть эту войну, победить в этой войне. То Украина не должна снижать темпов контрнаступления. А сделать это возможно только в едином случае, если проводить тотальную мобилизацию молодежи. Что ты думаешь об этом изречении? Какую он назвал среднюю цифру возраста пехотинца украинского? У меня просто логанул звук. За 40. За 40. Правильно, да. Средний возраст украинского пехотинца как бы не за 45. А теперь представьте, на такого джентльмена, а все отнюдь, большинство украинцев не ходит в спортзал 45 лет. И так следит за своим здоровьем, что они уже не тянут. Особенно вот такие публика, которые не бегают по фитнесу, не занимаются здоровьем, не ходят к дорогим врачам, не соблюдают диету и так далее. А наоборот, живет жареная, пареная, острая и так далее. К 45 они развалены уже по здоровью. На этого человека вешают 36 килограммов снаряжения. И еще какое-то пехотное. А еще, включая бронежилет, каску и так далее, кучу всякой фигни дополнительной. И он радостно должен куда-то там дойти. А среднее расстояние серой зоны сейчас, если целиком брать по фронту, это 5-6 километров. Где охотятся даже за отдельными пехотинцами. Где дроны выслеживают не только бронежилет, а отдельного человека. А если два, по нему начинает работать вся артиллерия мира. Понимаете, на этом участке. Где очень ограничено передвижение. Где надо ползком ползти, ныкаться и так далее. Либо наоборот, тебя кидают на штурмовое действие, когда ты прешь на технике по минным полям. Ожидая подрыва каждую секунду. И при летоптура или снаряда. Потом ты выскакиваешь и должен бежать в лесопосадку, перепрыгивая там все эти завалы. Ныряя в окопы, выныривая, стреляя и так далее, и так далее. Как вы думаете, послать такую группу 15 человек, сколько из них доходит до задач? До рубежа выполнения задачи вдоль лесопосадочки. Мы слышали здесь, прямо в этой студии. 5 доходит, да. Да, разные истории. Остальные, да, я просто не могу физически. Он и не боится, он и хотел бы. Но он не может физически, просто не тянет. И все командиры сделают рано или поздно одно и то же открытие. Они подбирают сначала, хотят же, все штурмовую группу классную. Поэтому берут классного городометчика, классного пулеметчика, классного снайпера, классного радиста. Всех классных. Но выясняется, что они разновозрастные. И разного состояния здоровья. И все эти классные растягиваются. Должны пройти 5 километров по жаре или по холоду. Или по дождю, или ночью. Они растягиваются и не доходят половина из них. И начинается, а давайте брать тогда не так классных, но хоть чтобы вместе дошли. Примерно на одной физической подготовке группой 25-36. Скажем так, чтобы доперли. А они там все разного уровня подготовки. И дальше со всеми вытекающими. Ну, дошли они все. Но они не такие классные, понимаешь, да? А что такое не классные? Это значит потери. И они же за рубежом, тратя на нас миллиарды денег. Сегодня Британия заявила, что представители Британии, что им нечего нам больше поставлять. Что они поверили при всех складах. Они думают, куда это все тратится. Тем более, сейчас как раз период аудита пошел. Такого со всех сторон. Запад реально пересматривает поставки военной помощи. Там есть и позитивные моменты. Например, он заговорил о том, что нам нужна своя промышленность, которую сама себя сможет обеспечить. И такая редкая дискуссия наметилась. Но и конкретное движение. Они пересматривают и ищут все причины. Вот Юра публиковал материал недавно у себя на Телеграм. Какие уроки делает американская армия из конфликта в Украине? Да. Они делают самые смелые уроки. Потому что, например, они рассматривают войну без авиационной поддержки. Под тотальным дождем снарядов. Казалось бы, американская армия никогда не грозит отсутствию авиационной поддержки. Но они реально хотят понять, как они будут действовать в этой обстановке. И меняются очень быстро. Поэтому люди оперативно мыслят, оперативно меняются. Делают уроки очень быстро из происходящих. И получается, что они анализируют все. Вплоть до стельки в ботинках пехотинцев. Способствуют или не способствуют. Это их манера. И вот они обнаруживают, что одной из главных причин... Потому что война свелась к действию малых штурмовых групп. Это 5-15 человек. Которых можно спрятать от артиллерии. Как-то там отпетлять, дойти, пострелять и так далее. И они на таких 10 сидящих будут нападать. То она разбилась на войну малых групп. Любое сосредоточение крупное – это немедленное уничтожение в нем артиллерии. Дроны висят круглосуточно над полем боем. Попробуй сосредоточиться. Эти хоть как-то имеют шанс проскочить. Так вот эти 15 человек, там качество этих бойцов должно быть очень суперовое. Чтобы они решали задачи взятия в 15-м взводного опорного пункта, например. И делали это последовательно. Не разово взяли, а потом 3 месяца отдыхают. А взяли, потом опять взяли, взяли, взяли. И 3 месяца подряд берут, пока их не отведут на какую-то ротацию и пополнение. А некоторых не отводят и погоду. А некоторых и побольше. Так вот, они понимают, что просто средний уровень здоровья украинского пехотинца, который сильно за 45 и ближе к 50, не вытягивает характерных для поля боя нагрузок. Значит, нам нужно менять структуру призыва. И нам нужно менять структуру распределения призывников, мобилизованных. Потому что 45-летние вполне могут служить на небоевых специальностях. Более того, они там проявляют свойства. Возраст, свои преимущества. Опыт, осторожность, размеренность и так далее. Но физически штурмовые подразделения вытягивают только люди до 35 в среднем. Дальше все уже. Здоровья не хватит. И в армии не случайно снижают нормативы, например. Что нормативы на бег у группы 25 одни, у 35 другие. А там у 45 совсем третьи. Там, как шутят военные, способен стоять. Развит хорошо в характеристике. Способен стоять на лыжах на ровном месте, опираясь на палки в тихую погоду. Или осмотр спортивных снарядов под руководством врача. Под присмотром врача. Так вот, и это тоже фактор. А теперь вопрос. Готовы ли мы к массовому призыву мобилизации молодежи? И переделки в ее бойцов, которые в ближних штурмовых боях, на пистолетных дистанциях, ствол на ствол, способны побеждать противника. У нас есть такие подразделения 3-я бригада, АЗОВ, 5-я бригада и так далее. Отдельные там другие мобилизации. Там только мобилизованы. Там далеко не все бойцы и добровольцы таких уже. Очень мало добровольцев. Там вполне мобилизованы, но есть сержантские и офицерские костяки, которые способны их приучить. И приучить в характерной манере военных действий, обучить. Задать темп, дух и заставлять воевать. Но огромная армия, которая раздулась, это резкое падение качества. Понимаешь, да? Потому что главная военная специальность, сержант роты, сержант взвода и командир взвода, командир роты, это, во-первых, маложивущая специальность. Их очень быстро выбивают. Во-вторых, средний – это человек, закончивший военную кафедру, который был на ней два раза. Ему присвоили офицерские по его, но он в жизни не видел, чтобы был солдат и не знал, что с ним делать. А тут надо вести тяжелейшие боевые действия. Тяжелейшие. Организовывать, вдохновлять, снабжать, лично участвовать и так далее. Поэтому, конечно, это все крайне сложно. И среди прочего громадного пула пересмотра всей нашей стратегии действительно нужно подходить иначе к формированию штурмовых подразделений. Совершенно иначе. И нужно подходить к их подготовке и комплектации. Снабжению. Всему остальному. Заметьте, что русские сообразили это давно. Они вернулись к тактике штурмовых отрядов, опробованной им в 43-42-х годах. Когда по принципу каждый батальон должен быть штурмовый рот, у каждого полка штурмового батальона и так далее. Потому что туда отбирались лучшие бойцы, склонные драться, агрессивные, снабжались, кормились по-другому и так далее. Потому что поняли, что средний пехотинец не способен решать задачи в современной войне подобного уровня сложности. Ну, невозможно. Это надо иметь специфические личные качества, да еще коллектив, да еще специально накрученный коллектив, который способен пойти драться и известную долю удовольствия в этом получать. Поэтому это надо все пересматривать. Они начали это пересматривать сразу после Харьковской операции. Больше года назад.